Доброе летнее утро! С вами 200 и я, Маша Курникова. Сегодня мы с вами узнаем много вкусного, побываем на запретной территории и проведем культурный обмен с нашими сверстниками из других стран. Вы готовы? Мы начинаем! 11 июля – Всемирный день шоколада. Есть ли среди вас тот, кто не любит это чудесное лакомство? Думаю, нет. Ведь оно не только очень вкусное, но и полезное. Интересно, а родители об этом знают? Скорее заявите их к экрану. Сейчас мы расскажем обо всем подробнее. Шоколад известен людям уже более 4000 лет. Правда, когда-то он был совсем другим. Во-первых, жидким. Во-вторых, совершенно не сладким. А в-третьих, в него добавляли очень острый перец. То, насколько вкусным он получался, можно понять из его названия – «чокулатли». Переводится ацтекского – «горькая вода». Сластить его догадались гораздо позже, когда Колумб завез шоколад в Европу. Местные кондитеры так переделали индейский рецепт, что вскоре получившийся у них десерт стали называть пищей богов. Ацтекам, наверное, было бы приятно. Тогда, в 15 веке, приготовить шоколадку было очень непросто. Зато теперь мы с вами можем ее сделать сами. Для того, чтобы сделать домашний шоколад, нам понадобится 100 граммов какао, 50 миллилитров сливок, 50 граммов масла и 2 столовых ложки сахарной пудры. Для начала нужно вылить сливки в кастрюлю и поставить на огонь, но так, чтобы не закипало. Иначе шоколад не получится. Конечно, секрет нашего с вами быстрого кулинарного искусства в том, что у нас есть готовый какао-порошок. А откуда он берется? Растет на шоколадном дереве. Такие и правда бывают. Но растут у них не батончики и плитки, а большие стручки. В каждом больше 20 какао-бобов. Если их высушить, очистить и измельчить, то как раз и получится какао-порошок и какао-масло. Они и нужны для приготовления настоящего шоколада. Ну что ж, наши сливки разогрелись, теперь нужно все смешать. По очереди добавляем ингредиенты и смешиваем так, чтобы не было комочков. Помимо основных ингредиентов, в шоколад обычно добавляют разные наполнители. Причем не только привычные нам специи или орехи. В мире делают шоколад солью, перцем, водорослями и даже сеном и веконом. Но мы решили не экспериментировать и добавить только классический набор продуктов. А теперь нужно это поставить на водяную баню. Конечно, настоящие шоколадки делают немного иначе. Но большие кондитерские производства, такие как фабрика «Славянка», побы шоколадного дерева поступают необработанными. Какао-порошок и какао-масло получают здесь же, на месте. Так и вкус и полезные свойства шоколада лучше сохраняются. Их, кстати, очень много. Исследования показали, что черный шоколад улучшает память, внимание, скорость реакции и навыки решения сложных задач. А еще от него зрение становится лучше и настроение поднимается. Прекрасно усваивается нашим организмом с редким отложением жировой ткани и чаще всего идет на энергетические ценности. В частности, на работу нервной системы, работу головного мозга. Также какао-масло богато микроэлементом магния, витаминами группы В. И мы знаем, что это важные компоненты для правильной работы нервной системы. Конечно, тут важно качество шоколада. Чем больше в нем какао-масла и меньше сахара, тем он полезнее. Вот у нас и сделалась однородная масса. Теперь ее нужно вылить в формочку, которую лучше делать заранее. Перекладывать нужно как можно быстрее. Масса очень быстро застывает. А формочки можно придумывать самые разные. Главное, не забудьте застелить их фольгой, пергаментной бумагой или пищевой пленкой, чтобы наш шоколад потом было проще тестовать. Ну и ставим все это в холодильник. Всего пару часов, наше лакомство будет готово. А теперь начинается самая вкусная часть. Нужно облизывать столовые приборы. Классный праздник День Шоколада. Жалко, что празднуется он только один раз в год. Лето в разгаре. Значит, самое время с утра до вечера торчать на улице. Набираться сил и укреплять свой иммунитет. Правда, в этом году каникулы проходят по новым правилам. В парке не погуляешь, в лагере тоже не отдохнешь. За закрытыми воротами наших любимых мест побывала Ксения Хрусталева. Кто бы мог подумать, что история с коронавирусом продлится так долго и даже затронет святое – наши каникулы. Хотя жизнь понемногу возвращается в нормальное русло. Привычным это лето не назовешь. Взять хотя бы городские парки, в которых в теплое время года всегда кипит жизнь. В эпоху коронавируса все аттракционы и развлечения закрыты. Обычно на этой сцене происходят различные мероприятия, конкурсы для детей, розыгрыши. Но в этом году все по-другому. Эта сцена будет пустовать до конца года. Но работники парка зря без дела не сидят. Пока идет карантин, они ремонтируют аттракционы, занимаются благоустройством площадок, озеленением территории. В одном только парке 40-летия ВЛКСМ за эти месяцы были высажены больше 3000 цветов. Но самые важные новости – в живом уголке парка. За время карантина мы занялись полностью разведением, увеличением поголовья нашего зоопарка. То есть у нас пернатые очень много сели на яйца. У нас в этом году теленок родился. И самое главное, в этом году нас включили в ассоциацию зоопарков и аквариумов России. Теперь мы называемся Ульяновский зоопарк. Малыши цыплята, утята, цесарята прячутся, едва завидев людей. А вот старожила зоопарка – козлы, ослик, страусы. И наш добрый знакомый северный олень Тарка радуются посетителям. Сразу видно, соскучились за время самоизоляции. Кстати, интересно, распространяется ли на животных правило карантина? Животные, находящиеся на домашнем хозяйстве, находящиеся в зоопарках и прочее, они как бы безвредны для человека. Понятно, что, то есть, контакт, когда с ними происходит, то есть там никаким образом передаваться, соответственно, вирусы они не могут. То есть они не являются ихми переносчиками. Вот и отлично. Как только ограничения будут сняты, можно сразу бежать в первый ульяновский зоопарк, да и во все остальные парки тоже. Ведь ничто не укрепляет наш иммунитет так, как прогулки на свежем воздухе и положительные эмоции. Энус Бенус Краснобенус Бац Энус Бенус Краснобенус Бац Помните такую считалку? Наверное, ее знают во всем мире. Или нет? Интересно, а в других странах вообще играют в игры? А какие? Пора подключить нашу международную кампанию и проводить собственное расследование. Энус Бенус Краснобенус Бац Игрушки меняются. Помните, позапрошлым году у всех были спиннеры, потом все полюбили слаймы. Но из-за карантина новая мода не появилась. Но зато появилась новая игра. Называется она «Дворовая самоизоляция». Правила этой игры можно посмотреть в интернете. Но нам стало интересно, какие игры обычно играют в других странах. И какие игры сейчас там популярны. Моя самая любимая игрушка – это зуберплей. А я ее так сильно люблю, потому что она трансформировалась. В Британии самые популярные настильные игры «Монополия» и «Игра в жизнь». А самые популярные компьютерные игры «Фортнайт» и «Майнкрафт». Я живу в Южной Корее, и у нас очень жарко. Все играют в водные пистолеты. Мы, Петя и Лиза Зимина, на данный момент живущие в Баку. В городе, в котором почти никогда не бывает снега и льда. Поэтому в нашу любимую игру «Хоккей» нам приходится рекомендовать на роликах. Меня зовут Натя, а это моя сестра, а любимая. Привет! Сегодня мы вам покажем наше любимое хобби. Это кота Салахилита. И у нас есть игрушки, в которых есть одно и два колеса. Сейчас мы вам покажем, как мы катаемся. Еще у меня есть в банке. Приезжайте к нам кататься. Пока! 8 июля в России отмечался День Семьи. Специально в честь этого замечательного праздника. Премьера песни в нашем эфире. Утром выходной проснусь, я рано не ленюсь. И родителям скорее улыбнусь. Вместе делаем зарядку, а потом Скорее собираемся мы за столом. Вместе с мамой и папой мы друзья. Вместе очень дружная семья. И облетим весь шар земной. Когда-то вместе мы, знаю точно, Нет прекраснее семьи. Вместе мы уроки учим, ходим танцевать. И в кино, и на концерты выступать. Помогаю я родителям во всем. А после отдыхаем дружно мы втроем. Вместе с мамой и папой мы друзья. Вместе очень дружная семья. И облетим весь шар земной. Когда-то вместе мы, знаю точно, Нет прекраснее семьи. Сегодня мы с папой и мамой идем на концерт. И, конечно же, что мы там будем делать? Зажигать! Вместе с мамой и папой мы друзья. Вместе очень дружная семья. И облетим весь шар земной. Когда-то вместе мы, знаю точно, Нет прекраснее. Знаю точно, нет прекраснее семьи. У меня для вас отличная новость. В нашей программе новая рубрика. В ней можно получить ответ на любой вопрос. Я очень люблю гулять около свияги и кормить уточек. Но однажды я заметила, что свияга обмелела. Чего же причина? По сравнению с весенним паводком, Например, когда поступает очень много воды С полей, с лесов. И уровень воды в реках, соответственно, Поднимается до максимальных отметков уровней. А в летний период такого поступления воды нет. Потому что тепло, жарко. Ничего страшного, все вернется на свои места. У вас тоже есть вопрос? Присылайте его нам на почту, А мы постараемся найти на него ответ. Но это уже в следующий раз. А этот выпуск подходит к концу. Далее вас ждет прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. До новых встреч через две недели. Пока-пока. Самое жаркое время года – июль. Правила вы все, конечно же, помните. Без головного убора на улицу не выходить. На коже – танцезащитный крем. 12 до 3 – лучше не гулять. А если хотите гулять, Гуляйте хотя бы в теньке. Пейте очень много воды. Хороших вам выходных. С вами был, как всегда, Ваш инструктор по погоде – Иван Школов.